Всем привет, ребят! Сегодня видео распакуем, достанем, установим мой новый телевизор от Xiaomi 4S 55 дюймов. Это он, просто красавчик. И сразу вам скажу, что мне понравилось у них на упаковке. Такую необычную, ты такой читаешь, знаешь, там Xiaomi всегда верится, что случится что-то прекрасное. Красавцы! Ну всё, давайте начинать ролик и сегодня будем смотреть вот этот телек. Поехали! Всем привет, ребят! Фух! Итак, телевизор Xiaomi 4S на 55 дюймов. Xiaomi! Красавчик такой! Давай скорее его открывать, доставать и ставить, подключать. Покажу вам, что он умеет. Будет теперь стоять здесь. Ставьте сразу лайк. Телевизор умный. Здесь у нас платформа Android TV и операционная система стоит, именно Xiaomi, патч-вол называется. Там дохрена всяких развлечений. А благодаря, на принципе, операционке Android TV, чё мы там, ну, YouTube, понятно, делаем. Можем разные программки поставить. Да тут все характеристики, в принципе, и плюшки сразу здесь написаны. Ну, разрешение у нас здесь 4К, поддерживается HDR, Dolby Audio, DTS HD, поддерживается голосовой поиск, есть уже встроенный Chromecast. Ну, YouTube, приложение, понятное дело. 138 сантиметров, 55 дюймов диагональ. Так, разрежу. Давайте достанем красавчик. Чтобы вы понимали, сколько примерно данный телевизор стоит, Mi TV 455, от 39 тысяч рублей до 47 тысяч рублей. Это у нас задняя сторона телевизора, есть крепление веса. Здесь у нас подключаются тюльпаны, здесь у нас подключается проводной кабель интернета, оптический выход, здесь у нас антенна. Сбоку находятся два USB 2.0, три HDMI. Здесь у нас выход на наушники, здесь у нас USB еще 1.2.0. Слот для карты телевизионной, да, в принципе, и все. Вот он, кабель питания. Кабель питания у нас тут идет встроенный. Довольно-таки быстро установил сюда ножки. Они вот такие вот металлические. С одной стороны, со второй стороны. И давайте посмотрим с вами на пульт, потому что пульт, мне кажется, тоже произведение искусства от Xiaomi. Выглядит минималистично, да? Он такой, софт-тач покрытием. Здесь есть, видите, клавиша голосового ассистента. Ну, клавиша включения, пять позиций. Ну, окей, окей, потому что все на словах. Ну, давайте уже включим, что-нибудь поставим крутое. Ну, подключим сейчас, понятное дело, Xbox. Эй! Сразу чувствуется мощь 55 юмов. Ну, выглядит значительно, значительно. Икеевская тумбочка стоит на ней просто офигенно. Потому что все как нужно. И сзади еще есть место, и впереди есть место. Для меня это важно. Ну что, давайте его, как говорится, такое слово, решать невинности. Снимать с него пленочки. Перед тем, как включить, потому что это самое приятное, когда ты снимаешь пленки. Так, 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 так. Кстати, если кто-то из вас не знал, зачем вот здесь существуют вот эти вот пленочки, это специально для того, когда ты его берешь, ну, чтобы не заляпать. То есть ты его когда поднимаешь, вот здесь нужно браться руками, чтобы потом эту пленочку снять. Все. Эта сторона уже чистая. Ладно, я понимаю, что с пленками у вас достал. Все, финальными снимаем. Смотри сейчас как. Ах, вот здесь не получилось. Слишком сильно потянул. Ладно, хотел покрасоваться. Как красиво значок Xiaomi будет сниматься. Кстати, выглядит довольно-таки круто. Вот именно вот эта вот нижняя часть. Потому что, смотрите, если так вот прям при ближайшем рассмотрении, то есть это у нас такое ощущение, что металл. Ну да, он прохладный, такой вот текстурированный. И значок Xiaomi. Ну, выглядит красиво, красиво. Здесь у нас, я так понял, прилетает. Под значком Xiaomi вот так вот палец засовываешь. Здесь у нас клавиша включения. Вот, не знаю, посмотрите. Вот там вот прям за вот этим световым индикатором. Окей, окей. Давай, давай, Xiaomi. Я еще, честно, ни разу никогда не видел вживую в России телевизор Xiaomi. Ну, это просто, ну, для меня диковинка. Запускается Android 9. Сейчас мы посмотрим на именно патч-вол. Такое прикольное название. Слушайте, как вам 55 дюймов, а? Зачетно смотрится. А ну-ка вот, если я на диванчик присяду, хопа, здоровенный, здоровенный. Правда, окошко отсвечивает. Можно вот так сделать. Так, закрыть, так, прикрыть. Вот, так отсвечивать не будет. У нас телевизор расположен таким образом. Можно, конечно, поставить в разное место. Когда заходишь, ну, здесь сразу, видать, заднюю часть. Так, здесь провода у меня будут скрыты. И, кстати, вот так вот можно по ножке пустить. Они так будут менее заметны. Так, задняя часть. Передняя часть. Так, все уже загрузилось. Сейчас давайте подключать Xbox. Ну, и жесткий диск заодно в телевизор. Все, я привязал пульт. Теперь он работает. Итак, значит, смотрите. Здесь у нас 8 гигабайт встроенной памяти, 2 гигабайта для оперативной памяти. Значит, то, что я здесь уже нашел. Wi-Fi 2.4 плюс 5 гигагерц. Ну, и Bluetooth 4.2 здесь поддерживается. Пульт такой же, как от приставок. Только здесь добавляется вот эта вот голосовая клавиша. Окей. Так, самое время протестировать пульт. Слева есть клавиша Mi. Это у нас запускается эдакий сервис по рекомендации контента. Называется Patchwall. То есть, он собирает все фильмы, там, мультики, сериалы. Все в одном месте. Смотрите, как все дело происходит. Заходим. И здесь у нас в таком вот удобном журнальном виде. То есть, отображены все фильмы. То, что тебе может быть интересно. Там, актуальный. Потому что сейчас люди в черном кино идут. Там можно первый, второй, третий пересмотреть. И дальше уже, когда ты заходишь в какой-то фильм, он тебя выбрасывает, где ты будешь его смотреть. То есть, это такое вот одно место, в котором собраны все подборки. И дальше отсюда уже можно перейти, куда нужно. Дальше здесь подразделяется на VIP. Тут можно подарки получить. Фильмы, сериалы, детская. Ну, ТВ-каналы. Вот, можно бесплатно сразу смотреть в онлайне. Дай попробуем первый канал. Ну, и, соответственно, все через интернет работает, через Wi-Fi. А вот так же. То есть, здесь, получается, тоже набор именно телеканалов. Дальше уже через какое-то приложение ты это смотришь. Понял. Окей. В Google Play, ну, соответственно, набор всевозможных программулин, игрух и так далее. Машинариум можно здесь поиграть. Окей. Ну-ка. Амедиатека. Так, конечно, обязательно ставим амедиатеку сюда. Давай установить. Это обязаловка. У меня подписка даже оформлена. Так, ну, и самое приятное, что надо смотреть 4К. Значит, заходим в YouTube. Здесь выбираем другие параметры. Качество выставляем здесь именно 4К. Окей. Сейчас немножко проживаются. Давайте еще раз закроем все, чтобы ничего не отсвечивало. Так. И погнали. Кстати, по звуку здесь 2 по 10 Вт с такой технологией Bass Reflex. Так, ну, интернет-соединение немножко не выдерживает 4К. Нужно немножко приостановить, чтобы потом дальше пошло. Но это уже вопросы все к интернету. Так. Звук он у нас идет с задней стороны. Буквально где-то вот отсюда, что ли. Как-то вот снизу. То есть он прямо вот сюда вот бьет. Из-за этого, получается, как раз вот здесь так прикольно расходится. Ну, прямо концентрируется вот прямо вот здесь вот где-то примерно в середине. Окей. Ладно. Интернет немножко у меня не тянет. Давайте 1440, к примеру, сделаем. Откажемся пока от 4К. Это все-таки привилегия хорошего интернет-соединения. Время поговорить про угол обзора. 178 градусов он составляет. Ну, в принципе, не знаю. Я бы сказал, что полностью. Ну, да. Как раз где-то 180 это и составляет. То есть вообще отовсюду видно. Ну-ка, сверху посмотрим. Это освещивается. Снизу тоже. Нет, с уголом обзора здесь вообще классно. И яркость у него получается 300 нит. Слушайте, ну классно смотрится, да? Минимальные тоже рамки, везде притом одинаковые. Ну, снизу немножко потолще, но это не так выберет. Как вы думаете, прикольная тема? А ну-ка, попробуем прямо из приложения YouTube в, ну, этот, можно сказать, поиск патч-вол переместиться. Хопа. Я таки... О, сразу. Агрегатор. Такая журнальная раскладка. Вот реально агрегатор всего, что есть во всех программах с подписками. Вот, кстати, прикольно сделан, мне нравится, что тебе не нужно заходить в каждое приложение, чтобы что-то посмотреть. Ты вот как бы в одном месте. Хоп-хоп. Что захотел, хоп, перешел. Ну, соответственно, там все сервисы по подписке. Ну, вот у меня оформлена только подписка о медиатеке. То есть, остальных подписок у меня нет. Так, ну-ка, верш, куда же мы без консоли? Это у нас OneBox One S. Здесь заходим в видеовыход и видим, ну, почему 1080? Что мы будем ограничиваться? Включаем 4К. Вот. Теперь. Так, даже что там написало? Ваш телевизор поддерживает разрешение 4К, но не на частоте 60 Гц. Вы не сможете полностью перейти на разрешение 4К. Но в зависимости от вашего телевизора, вы все еще сможете воспроизводить некоторые 4К-контент или контент в режиме HDR. Окей. Понял. Значит, у нас получается на вход с приставки только Full HD. Понял вас. Ое. Какой-то, блин, сложный уровень. Уже давно не могу его пройти. Прямо это проблема какая-то. И последний режим, который нужно, конечно, проверить. Это режим чтения с флешки, в данном случае жесткого диска. Я уже не помню, то ли на 6, то ли на 8 терабайт. Помню на 6. А, нет. Что-то я его совсем нагнал. На 4. Окей. Пожалуйста, весь список именно... Нет, здесь есть и Full HD. Окей. Вот есть этот, чужой. В 4К разрешение. Так. Воспроведение МКВ файла. DTS. Окей. Это уже радует. Значит, смотрите, в этом файле я могу выбирать звуковую дорожку. Так, назад. Параметры воспроизведения. Так. В изображении, что я могу настроить. Подсветку. Цветовую температуру. Формат изображения автоматический. Расширенные настройки. Так. Ну, окей. Давай все это так и оставим. На автомате, как и было. Красиво. Вот здесь у нас прям это такой трушный 4К. Оуе. Так, еще одни Звездные войны. Здесь у нас Dolby Audio. Вот, сейчас попробуем перемотать. Отпускаем. Хоп, перематывает. Довольно-таки быстренько. А как вам такое? Файл 4К в 92 гигабайта. А ну-ка, здесь у нас сейчас DTE включился. Так. О, беги, Форст, беги. Посему могу заявить. Телевизор, ну, с первого впечатления, производит хорошее. Прям впечатление, скажем так. Немножко там не разобрался с пультом управления. Но, все нормально. Минимальные рамки, красивый дизайн. Ножки прям, все хорошо. 55 дюймов углы обзора шикарные. Звук прикольный, который вниз бьет. Вот здесь как-то распространяется. Но это по моим ощущениям. Можно повесить. Ну, здесь, конечно, тоненький. Здесь потолще. Здесь мозги все находятся. Ну, вот так вот. Так что теперь займет главное место в доме. Ссылка на такой я вам оставлю в описании. Если хотите, там, подробнее, там, технические характеристики, почитатели, что-то подобное. Вот, смотри, наверное, в описании. Ну, а с вами был Ря. До новых встреч, пока. Все. Теперь, опа. Игрушки фирмы. Блин, он здоровенный. Круто. А здесь следующий проект. Ну, все, для удобства использования, там, удобства вода. Вот такая штука вообще незаменимая. То есть, на радиопередатчике вставляется в USB. И дальше, ты здесь можешь печатать. И плюс, у тебя мышка появляется. Вот здесь вот. Очень удобная тема. Так что, очень хорошее дополнение именно к телевизору. Ну, в итоге, по итогу. Чего здесь? Три USB устройства. Можно подключить. Окей. Если один слот занят у нас, к примеру, клавиатурой. То есть, мышка вот это вот спаренное устройство для удобства вода. Ну, это круто на самом деле. Еще жесткий диск. И плюс, можно еще какое-то одно устройство вставить. То есть, там, флешка и жесткий диск. Три HDMI. HDMI. Значит, Apple TV. Xbox. И плюс, какое-то еще устройство. Я даже не знаю. Вот у меня основной, даже дома, это Apple TV и консоль. В принципе, все. Ну, либо две консоли. Либо там, PlayStation 4 и там, Xbox. Это вот у меня дома стоит. Значит, три вполне себе достаточно. Пульт брутосный. С одной стороны, удобно. Он действует независимо, куда ты его направляешь. Это круто. И работают на батарейках. Всегда можно поменять. Окей. Кнопок на нем мало, потому что, ну, сейчас уже вот этот вот большой пульт с телеканалами, он, в принципе, мало кому нужен. Я это сам понимаю. То есть, последний раз, когда у нас там было 10 каналов, это было очень давно. Сейчас тебе главное, заходишь в, ну, цифровое телевидение, вот у нас в Москве 312 каналов. Заходишь в список и сразу у тебя список идет канал, что идет, что там следующее будет. То есть, вот это вот реальность. Поэтому уже культик – это такой вот средство, чтобы перемещаться именно по меню устройства. Окей. Насчет качества картинки вопросов нету, потому что, ну, телеки делают хорошо. 55 дюймов за глаза хватает. То есть, для вот такого вот расстояния, чтобы сюда сесть, посмотреть шикарно. Но я обычно вечером еще ближе пододвигаю, когда вот здесь вот заваливаемся. Вот. Классно, что, наверное, вынесли именно вот этот вот такой концентратор, именно поиск свой по всем фильмам. Потому что иной раз заходишь, не знаешь, что посмотреть, возможно, что-то сможешь найти. То есть, там и на ОК, и на ИВИ идет ссылка. Вот. Ютубчик бесподобно работает. Но 4К, к сожалению, здесь скорость интернета не позволяет, по ходу, смотреть. То, что слишком маленькая, все-таки надо скорость интернета для этого увеличивать. Так. Так, что еще, что еще? В основном, все. Нужна тумбочка только широкая, потому что, если у тебя телевизор стоит, у тебя ножка посередине, ты можешь поставить, он за пределы тумбы можешь выходить. А здесь, соответственно, тумбочка должна быть у тебя большая, потому что ножки, ну, разнесены. Вот и все. Круто, что можно повесить. Ну, а там, разблокировка цифровых каналов, сюда карточку вставляешь своего оператора. Ну, а там. Продолжение следует...